Здравствуйте. Я Сомарев Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети. И этот курс языки интернет-программирования. Сегодня мы начинаем вторую большую тему. Это тема, посвященная веб-приложениям как таковым. И начнем мы с лекции, посвященной веб-серверам и созданию CGI-приложений. Сегодня мы рассмотрим принципы работы веб-серверов, CGI и их отличие от механизма фильтров. Рассмотрим, что такое строка запроса, как передаются параметры между формами на сервер, а также рассмотрим простейшие скрипты, которые могут быть написаны на языках Perl, PHP, Ruby и прочее. Первое, с чего мы начнем, естественно, это обзор, краткий обзор веб-серверов, которые сейчас применяются. Среди наиболее используемых серверов, ну, естественно, надо отметить веб-сервер под названием Apache Web Server. Этот веб-сервер в настоящее время наиболее широко используется, и он является первым из открытых, первым из веб-серверов с открытым исходным кодом. Nginx — это легковесный веб-сервер, который чаще всего использует все же не как полноценный веб-сервер, а как прокси-сервер. LightHttpd — это один из вариантов облегченных веб-серверов. Ну, из коммерческих веб-серверов, естественно, можно выделить Microsoft Internet Information Services. Прежде всего, этот веб-сервер используется в тех решениях, которые применяются на программных продуктах Microsoft, то есть Windows. И существует очень большой класс серверов приложений. Среди коммерческих, например, можно назвать IBM WebSphere, в том числе множественные программные продукты от Oracle, программные продукты с открытым исходным кодом типа JBoss, GlassFish и прочее. Эти веб-серверы чаще всего используются для размещения Java веб-приложений. Существует отдельное семейство веб-серверов, которые предназначены не для общего использования, а для каких-то частных случаев. Среди них прежде всего надо выделить BusyBox HTTPD. Что такое BusyBox HTTPD? Существует большой класс устройств. Устройств, например, маршрутизаторы. То есть это сетевые устройства, которым нужен доступ для того, чтобы можно было каким-то образом ими управлять и смотреть, что происходит в данный момент времени. Но там ограничены ресурсы. Ограничена производительность процессора, ограничена оперативная память. Соответственно, в таких случаях необходимы специализированные веб-серверы. Самый простой из них — это BusyBox HTTPD. И BusyBox предоставляет собой, в общем-то, минимальный командный интерфейс над ядром Linux. То есть чаще всего используют его именно в тех случаях, когда ресурсы крайне ограничены. Lite HTTPD — это чуть более сложный вариант, который позволяет запускать уже полноценные CGI-приложения, позволяет запускать все более сложные, например, PHP-приложения, но также ограничены в своих функциях по сравнению Apache веб-сервер и используют его также, когда у нас ресурсы ограничены. Надо отметить, что существует в том числе и весьма специализированные случаи типа веб-сервисов. То есть если мы хотим разработать какое-либо решение, которое не ориентировано на обслуживание полноценных веб-приложений, а ориентировано прежде всего на, например, реализацию простого сервиса, то в этом случае мы можем использовать специальные библиотеки типа GSOLab. Кроме того, по большому счету веб-сервер реализует протокол HTTP, который вы можете также реализовать поверх механизма сокет при помощи UnixSockets, при помощи, например, библиотеки Qt, Qtcp-сервер и так далее. Здесь мы никак не ограничены. По терминологии существует понятие прокси-серверов, ну и прежде всего HTTP-прокси, потому что мы говорим о протоколе HTTP. Самый известный вариант и, пожалуй, самый близкий к конечным пользователям – это HTTP-прокси. В чем идея? Механизм прокси-сервера такого типа появился примерно в середине 90-х годов. Появился он как средство, которое позволяло выходить компьютером из внутренней сети к внешнему серверу, и причина, почему нужно было использовать, заключалась в том, что тогда не было протоколов для прозрачной сетевой фильтрации, для прозрачного сетевого перенаправления, типа протокола NAT. Значит, в чем была идея? Только один компьютер мог иметь внешний IP-адрес. И только имея IP-адрес изнутри, можно было получить доступ к некому серверу, имеющему конкретный IP-адрес снаружи. Но это достаточно естественно в соответствии с протоколом TCP-IP. Проблема заключалась в том, что если мы хотим подключить внутреннюю сеть, то в этом случае нам надо было каким-то образом обеспечить трансляцию адресов. То есть внутренние компьютеры имели внутренние адреса, но они не были видны снаружи. И в этом случае ставился промежуточный сервер, который назывался прокси-сервером, к которому все они могли подключиться из внутренней сети, и только этот компьютер мог выйти во внешнюю сеть. Сейчас протоколы развиваются, то есть ситуация уже несколько отличается от той, которая была в те годы. Но тем не менее, из явных преимуществ, которые есть у такого подхода, преимущество заключается в том, что этот способ позволяет легко контролировать весь внутренний трафик. То есть все то, что проходит из внутренних компьютеров наружу, проходит исключительно через этот сервер, исключительно по протоколу HTTP-прокси, и, соответственно, может быть легко отфильтровано. Кроме того, из наследия 90-х, когда были медленные каналы связи, была весьма актуальна задача кэширования. То есть если у вас сидят, например, 10 пользователей во внутренней сети, и все они обращаются к одному и тому же ресурсу, например, тяжелого на графику, прокси-сервер позволял не выкачивать для каждого из них те графические файлы, например, те файлы .st или те файлы .html, которые уже скачал кто-то из коллег. Естественно, есть срок жизни кэша. Естественно, страницы, которые скачиваются, живут ограниченное время, и они будут перекачиваться через какое-то время. Но, тем не менее, если 10 пользователей скачивают одни и те же статические страницы и одни и те же статические изображения, прокси-сервер не будет выкачивать их заново. То есть на этом внешнем канале мы получаем экономию трафика. Кроме того, можно обеспечить сжатие. То есть чтобы не делали внутренние пользователи, внешний канал сжат. Можно обеспечить анонимизацию. То есть внешний веб-сервер не знает, кто к нему подключается. Он знает только о том, что подключается к нему прокси-сервер. Он не видит IP-адреса внутренних компьютеров. И сейчас как раз такой механизм используется для того, чтобы анонимизировать внутренних пользователей. Можно разграничить доступ изнутри. Например, разрешить доступ только к определенным сайтам, разрешить доступ только к определенным службам, и все остальные не будут получать никакого доступа. Из наиболее известных, ну, пожалуй, это ProxyServerSquid для всех Linux-систем. Если вы хотите сжатый шифрованный трафик, то это Privacy. Несколько обратную задачу решает ReverseProxyServer. Обратите внимание на данную диаграмму. Мы видим, что внешние компьютеры здесь сами по себе. То есть каждый из них абсолютно изолирован, каждый из них имеет свой IP-адрес, и все они подключаются к одному компьютеру в сети. Этим одним компьютером выступает тот компьютер, который принимает все заявки от клиентов за все запросы. В чем здесь идея? Идея здесь заключается в том, что скрываются уже внутренние серверы. То есть в предыдущем случае у нас было множество клиентов, которые выходили на внешнюю сеть через единственный ProxyServer. Здесь все внешние клиенты подключаются к единственному ProxyServer. И уже этот ProxyServer распределяет запросы между серверами. То есть клиенты видят только одну машину, на самом деле мы обслуживаем в параллель множественными серверами. Ну, традиционно для чего это применяется? Балансирование нагрузки. То есть если вам недостаточно одного компьютера, вы можете поставить 2, 3, 4, 10, 100 и так далее. Единственная задача, которую решает ProxyServer, это кинуть запрос на свободный сервер. Есть разные алгоритмы, как он может это делать, это находится за пределами нашей лекции, но тем не менее такой вариант обеспечивает балансирование и по сути горизонтальное масштабирование производительности. Кроме того, что при этом случае решается? При таком подходе мы можем защитить внутренние серверы от сетевых атак. То есть как банальный взлом вот этого сервера, если его взломали, то сразу же выходит из строя, естественно, все приложения, но не страдают наши данные. То есть на этой внешней машине обычно ничего нет. Это простейший сервер, преднаправляющий запросы, и даже если его взломали, то ничего страшного обычно не происходит. Кроме того, в роли такого прокси-сервера могут выступать какие-то внешние серверы, внешние службы. Например, предотвратить атаку отказа от обслуживания. То есть компания, у которой есть соответствующие ресурсы, которая может принять огромное количество запросов, может отфильтровать по определенным критериям те запросы, которые надо реально к нам перенаправлять в наши серверы. В качестве реверс-прокси-серверов чаще всего используется сервер Nginx, естественно, как самый легковесный, как универсальный, но в то же время легко перенастраиваемый на функции прокси-сервера, и, в общем-то, он когда-то был создан именно с этой целью. Естественно, это может делать Apache Web Server, и существует масса облегченных решений типа Web Server Pound. Его задача, как правило, только балансирование нагрузки. Что такое взаимодействие в интернете? Этот слайд я уже показывал на первой лекции, но тем не менее напомню. Напомню, что у нас взаимодействуют между собой веб-агенты и серверы с точки зрения терминологии W3C. Причем веб-агент отправляет запрос, сервер обрабатывает этот запрос и сразу же формирует ответ. После этого сервер забывает о существовании веб-агента. То есть такой подход является, в общем-то, универсальным, самым простым, но не самым быстрым. Здесь вы можете видеть типовую схему обслуживания запросов, можно сказать, универсальную для любого веб-сервера. То есть в чем здесь идея? Идея заключается в том, что когда веб-сервер получает некие данные, он получает запрос по протоколу HTTP, далее, естественно, идет фаза разбора HTTP-заголовков. После того, как заголовки разобраны, вступает в действие так называемый фильтр запросов. Назначение фильтра запроса – понять, можем ли мы выполнить тот запрос при помощи какого-либо специализированного обработчика. Среди таких обработчиков, например, PHP, Server Site Includes, в том числе могут быть Ruby, Perl и прочие обработчики, которые могут быть обслужены этим сервером. Если сервер не смог найти готовый обработчик, в этом случае он передает на обработку следующую фазу. Следующая фаза – это поиск, можем ли мы найти этот ресурс на файловой системе. Если в файловой системе мы смогли найти соответствующий ресурс, ну или, проще говоря, в этом случае файл, сервер читает этот файл, либо запускает скрипт, либо возвращает этот файл без изменений и передает в блок формирования результата. Значит, если результат не найден, то в этом случае генерируется ошибка с кодом 404, ну и соответствующая страничка выдается, которая специфична для вот этого кода 404. Она может быть заменена, и этот обработчик также может быть встроен. После чего формируется ответ, и весь этот ответ передается обратно клиенту в формате HTTP ответа. То есть данная схема, можно сказать, универсальна для любого веб-сервера, но и по большому счету она не зависит от вашего веб-приложения. Если мы рассматриваем то, как строятся веб-серверы, веб-приложения, то, естественно, мы должны понять, как и зачем мы должны разделять эти самые веб-серверы и веб-приложения. То есть задача веб-сервера заключается в том, чтобы принять запрос, обработать этот запрос и сформировать ответ, но дело все в том, что выполнено это может быть совершенно по-разному. То есть рассмотрим достаточно вырожденный случай. Это специальное веб-приложение, которое создано для того, чтобы обслуживать запросы маршрутизатора. То есть внутри маршрутизатора, как специализированного устройства, которое перенаправляет сетевой трафик, есть веб-интерфейс, который позволяет управлять режимами работы этого маршрутизатора. Пример, который здесь приводится, это пример реального веб-приложения, написанного на языке FC. Причем это веб-приложение интегрировано вместе с веб-сервером и сделано это для маршрутизаторов компании Asus. Причем достаточно стареньких на данный момент. Но, тем не менее, они достаточно показательны. Эти примеры, потому что они показывают, как легко, в общем-то, сформировать собственный веб-сервер, интегрированный в свое приложение. Вопрос только зачем. В данном случае это было обусловлено ограничениями, которые наложены на флеш-память этих маршрутизаторов. Дело в том, что для маршрутизаторов той серии или того поколения, правильнее сказать, было ограничение, что размер всей прошивки, то есть всей операционной системы, плюс всех вспомогательных программ должны были помещаться во флеш-память объемом 4 мегабайта. Ну или в лучшем случае дальнейшие модели, это было 8 или 16 мегабайт. То есть мы не говорим ни о каких гигабайтах. Здесь речь идет о мегабайтах. Значит, мы уже крайне ограничены в выборе тех средств, которые нам доступны. И даже, например, библиотека C++, если бы мы захотели писать на C++, уже потребовала не меньше мегабайта, только на то, чтобы обеспечить запуск программ на C++. Именно поэтому она была сделана на C. Что мы здесь видим? Мы видим, во-первых, мы видим блок обработки, блок поиска соответствующего обработчика. То есть цикл, который перебирает все зарегистрированные обработчики и ищет по шаблону, какой из них подходит для того запроса, который у нас есть. Дальше. Довольно-таки традиционная проверка на то, имеет ли пользователь доступ к соответствующим ресурсам. То есть ввел ли он ранее логин-пароль. Если он не ввел, значит мы его отправляем на форму ввода логина-пароля. Если же он ввел, мы начинаем обрабатывать входные данные. То есть видим Handler Input. И, соответственно, мы запускаем обработчик входной с теми данными, которые к нам пришли. После того, как мы приняли эти данные, которые нам вернул обработчик, мы отправляем это обратно. Мы отправляем заголовки, формируем стандартный HTTP-ответ, и мы запускаем обработчик ответа. То есть этот блок, по сути, несмотря на то, что он написан для весьма специализированных случаев, он повторяет ту схему, которую я показал на предыдущем слайде. Ну и сам перечень обработчиков. Опять же, если мы говорим о встраиваемых решениях, то в этом случае мы имеем просто таблицу, строго говоря, это массив структур, в рамках которой мы пишем, для каких расширений, для каких типов, что мы должны делать. И просто функциями и адресами функций на C мы указываем, какие конкретные обработчики для каких случаев должны вызываться. Ну, например, простейшие случаи doFile, прочитать файл. То есть CSS, GIF, JPEG, PNG. Никакую обработку маршрутизатор делать не должен, он просто должен вернуть этот файл неизменно. Код обработчиков может выглядеть примерно вот таким образом. То есть те адреса функций, которые были показаны на предыдущем слайде, реализация этих функций показана здесь. Ну, например, doFile, получить, точнее, прочитать файл, который указан в заголовке, и вернуть его в поток вывода, который указан здесь. Этот поток будет связан с тем потоком вывода, который есть у веб-сервера. То есть видим код на C, открыть файл, прочитать файл и записать выходной поток. Ну и, в общем-то, скрипты могут быть разные, в том числе с точки зрения, например, конечного пользователя, с точки зрения человека, который пользуется этим веб-интерфейсом. Он будет видеть, что он запускает некий CGI скрипт, но тем не менее запуск этого скрипта, точнее, в данном случае, как бы скрипта, осуществляется внутри этой C-программы, внутри этого встроенного веб-сервера и встроенного веб-приложения. И на самом деле он не запускает никакие скрипты, он просто запускает соответствующую программу. Но с точки зрения внешнего пользователя это будет видно совсем не так, как это отображается, как это реализовано внутри. То есть внешний пользователь будет видеть так, как будто он обращается к соответствующим скриптам. Есть ли какие-нибудь вопросы? Ну хорошо, вопросов нет. Итак, рассмотренное решение, в общем-то, имеет право на существование, но оно тяжело в реализации. То есть такой способ реализации веб-приложений годится в тех случаях, когда мы крайне ограничены в ресурсах, когда у нас либо нет оперативной памяти, либо у нас недостаточно процессора, либо нам надо обеспечить сверхвысокую производительность. Если же говорить о реальном коммерческом программировании, то такой подход, он неинтересен, потому что он дорогой. Вам нужны дорогие программисты, которые хорошо владеют языком C в данном случае, но в лучшем случае C++. Ну и менять такие программы вообще-то сложно, потому что веб-сервер интегрирован вместе с веб-приложением. Если вы хотите поменять хоть что-нибудь в веб-приложении, вы должны менять исходный код вашего веб-сервера. Соответственно, такой подход был не очень интересен, и первый из вариантов унификации, который позволил нам отвязаться от веб-сервера, то есть оставить веб-сервер чистой программой, которая занимается обслуживанием запросов и просто перенаправляет в веб-приложение готовые запросы. Это интерфейс, который называется CGI, или Common Gateway Interface. То есть это простейший вариант унификации, который позволил развязать нам, как программистам, которые пишут веб-приложение, собственно, веб-сервер, наше приложение, и всю логику, которую это веб-приложение проводит, в том числе с внешними хранилищами, внешними базами данных и внешними ресурсами. В данном случае интерфейс CGI подразумевает, что мы взаимодействуем между сервером и модулем CGI через стандартные потоки ввода-вывода. То есть веб-сервер формирует переменное окружение, связывает три стандартных потока std-input, std-output, std-error с соответствующим модулем CGI и запускает его на выполнение. Дальше его не интересует, что происходит. Перечень тех переменных окружения, которые могут быть выставлены, объявлены соответствующим request for comments, который указан здесь. Но надо сказать, что этот подход, он тоже не самый интересный. Не самый интересный, он прежде всего ограничениями по производительности. И поэтому уже к концу 90-х был предложен подход, который называется фильтры. Прежде всего он был предложен в механизме Microsoft Internet Informational Services, и назывался он IS-API. И он был предложен для так называемых Active Server Pages. Надо сказать, что нечто подобное, в принципе, по идеологии загрузки в память, используется в Apache. Есть соответствующий модуль, который называется Mod. Ну и, как правило, сейчас, если вы хотите писать быстрое веб-приложение, вы должны использовать механизм фильтров. Идея заключается в том, что если обработчик запускается в режиме фильтра, вам не надо запускать новое приложение, вам не надо запускать новый процесс. Веб-сервер уже имеет загруженный в память обработчик, и он просто-напросто читает соответствующие данные, читает соответствующие скрипты или файлы. Более того, эти скрипты уже могут быть прекомпилированы и загружены в оперативную память, и нам не надо тратить время на разбор. То есть практически в этом подходе время тратится только на обслуживание того запроса, который пришел от клиента, но не на служебные операции. Первый веб-сервер, который появился, который стал доступен для массовых пользователей, для массовых программистов, это веб-сервер, который называется Apache Web Server. Его традиционно связывают с разработкой HTTPD в суперкомпьютерном исследовательском центре в Швейцарии, CERN, и связывают, естественно, с разработчиком Тим Бернсом Ли, который также является тем человеком, который предложил язык HTML, как некое упрощение SGML. Далее HTTPD претерпел несколько изменений, и к 95-му году ему решили дать название Apache, как рекуррентное название Apache Server, сервер, то есть как сервер, который наложили множество изменений, но надо сказать, что HTTPD в то время развивался достаточно стихийно, и скорее у людей не было понимания, как его писать. Писали его, скорее, не для обслуживания сверхпроизводительных приложений, а что получилось, то получилось. Поэтому, естественно, он содержал множество заплаток, множество костылей, ну и в конечном счете в 95-м году и вы решили назвать таким названием. Касаемо истории развития этого веб-сервера, я рекомендую прочитать материалы IBM. Как ни странно, компания IBM предоставляет достаточно много в открытом доступе учебных материалов, и вы можете посмотреть, в том числе, и на русском языке эти материалы. Но что нам нужно знать об этом веб-сервере? Этот веб-сервер является наиболее массовым, потому что он используется чаще всего для Linux-систем, для FreeBSD-систем, и, скорее всего, если вы будете использовать какие-то операционные системы с открытым исходным кодом, вы будете использовать веб-сервер Apache, ну и LinGinx. Что представляет собой сервер Apache? Его изначально разрабатывали так, чтобы он мог работать на нескольких операционных системах. Но, опять же, в то время, в начале 90-х, не было понятно, какая операционная система будет доминирующей. В настоящее время доминирующей является Linux. Какая версия, какая сборка Linux-ов, это вопрос второй, но все же доминирующей является Linux. Именно поэтому здесь есть промежуточный слой, который абстрагирует логику данного веб-сервера от операционной системы. Абстрагирует, точнее, соответствующие методы, которые взаимодействуют с тем слоем, который работает уже, например, с механизмом сокет, механизмом файловой системы и прочее. Ядро монолитное, и сразу же была заложена возможность подключения модулей. То есть множественные модули, которые можно включать путем настройки, путем изменения конфигурационного файла. И, соответственно, механизм этих модулей также независим от операционной системы, с точки зрения, по крайней мере, средств конфигурирования. Что делает сервер Apache? Ну и, строго говоря, этот слайд скорее иллюстрирует общий подход. То есть любой современный веб-сервер обязан обслуживать и предоставлять соответствующий сервис для вашего веб-приложения, для вас, как для программиста, так, чтобы вы не думали об этих слоях. Слева клиент. Клиент, формирующий запрос. Клиент отправляет запрос. Используется, во-первых, механизм сокетов. То есть протокол TCP IP чаще всего реализован при помощи механизма сокет. Протокол HTTP базируется на протоколе TCP IP. После того, как этот запрос достиг сервера, необходимо выполнить соответствующую первичную обработку. Что мы видим на данном уровне? Это сетевые фильтры. И прежде всего SSL. То есть Security Service Layer. То есть шифрование. Если вы хотите сделать приложение, которое работает по защищенным протоколам связи, вам не надо писать самим какие-либо алгоритмы шифрования. Вам нужно использовать веб-сервер, который имеет соответствующий слой, слой соответствующих фильтров. И именно при помощи веб-сервера вы можете сконфигурировать, что доступ к вашему приложению должен производиться при помощи протокола HTTPS. Там же вы укажете соответствующие сертификаты, соответствующие средства и ключи шифрования. Следующий слой – это обработка заголовков. То есть протокольно-кодировочные фильтры и далее слой контент-фильтров. То есть для того, чтобы минимизировать трафик, вы можете захотеть, например, сжимать HTTP-страницы, текстовые страницы, HTML-страницы и прочее. То есть все, что может быть сжато, может быть сжато на этом уровне. Причем обратите внимание, что приложения-то здесь нет. То есть то, что здесь находится, это типовые функции любого современного веб-сервера. И если вы хотите применять что-то из этих функций, то в этом случае вам не надо писать все это в своем приложении. Приложение появится здесь справа. И также обращаю внимание на то, что вообще-то эти материалы вы можете посмотреть более подробно. Это относится к серверу Apache. Читайте материалы о IBM. Типовая схема обработки запроса внутри сервера Apache выглядит примерно так, как показано здесь. То есть полный перечень этих модулей вы можете посмотреть в документации Apache. И схема обработки примерно следующая. На вход поступает запрос. Этот запрос по очереди вот такой вот цепочкой передается соответствующим фильтрам соответствующего уровня. Все эти фильтры перечислены справа. Это фильтры, которые загружаются в оперативную память со стороны ядра. Apache. И, соответственно, сервер Apache как раз и производит последовательную обработку. Если хоть какой-то из них не отработал, выдал ошибку, то, соответственно, будет выдан ответ с сообщением об ошибке. Ну, если все это обработано, значит, будет передано управление вашему веб-приложению. С точки зрения терминологии надо сказать, что существует режим, называемый in-process models. То есть запуск в адресном пространстве процесса HTTPD. То есть идея заключается в том, что процесс HTTPD один раз загружает какой-либо модуль. Этот модуль может прочитать соответствующие файлы, скрипты. Может быть выполнена при компиляции и при дальнейшем обращении к тем же самым модулям, то есть когда веб-сервер обнаруживает, что запрос идет с обращением к тому же самому обработчику, который уже был ранее загружен, его не надо загружать еще раз. Сам код обработчика уже загружен в оперативную память. Ну и есть множество этих модулей. Прежде всего, там, Perl, PHP, Ruby, Tcl и прочие языки программирования. Также есть, в данном случае, на сегодня мы будем говорить о CGI-приложениях, но запуск CGI-приложения в in-process models вообще-то невозможен в чистом виде, потому что оно предполагает запуск отдельного процесса. Есть режим Fast CGI, который несколько отличается от чистого режима CGI. Отличается он тем, что устанавливаются каналы между приложениями на уровне сетевых интерфейсов. То есть в данном случае CGI-приложение это не совсем CGI-приложение, это приложение, которое будет загружено в оперативную память и все же оно не будет из него выгружаться. Второй режим — это Auto Process Models. То есть идея заключается в том, что обработка запроса происходит за пределами процесса HTTPD. Прежде всего, это используется для серверов приложений. То есть тогда, когда у нас веб-сервер типа Apache или Nginx является просто-напросто прокси-сервером, то есть принимает запросы и перенаправляет их на внутренние ресурсы, он просто вызывает соответствующий обработчик, который передает по сетевому интерфейсу запрос дальше по процессу обработки. Значит, может быть выполнена какая-то предварительная обработка этого запроса, может быть проведена какая-то фильтрация, часть запросов может быть выполнена здесь. Например, на этом уровне могут непосредственно читаться графические файлы или статические страницы, а дальше может передаваться по цепочке запрос на обращение к бизнес-логике. Ну и CGI-приложение скорее надо относить именно к этому режиму. В том числе, тот пример, который здесь указан, это сервер приложений Tomcat, Java-приложение, которое, естественно, не непосредственно выполняется в рамках адресного пространства Apache. И, говоря о CGI-приложениях, надо, естественно, сказать о том, насколько производительность отличается в случае, если мы запускаем в режиме in-process и out-of-process. Данный слайд иллюстрирует скорее качественные изменения. То есть не воспринимайте эти значения как абсолютные, они будут сильно зависеть от того, на какой машине, на каком сервере вы это запускаете, какие приложения конкретно здесь запускаются, но просто воспримените это как некое качественное соотношение, то есть насколько отличается CGI-приложение, запускаемое каждый раз, от тех приложений, которые не выгружаются из памяти. Слева архитектуры, ну, допустим, Apache Mod Perl, то есть Perl со скриптом, который загружается один раз и не выгружается больше из памяти, то есть он, можно сказать, уже может быть там прекомпилирован, не надо тратить время на запуск этого CGI-приложения, а второй это чистый запуск CGI-приложения, то есть запуск скрипта каждый раз по запросу. Что мы видим? Мы видим, если это приложение примитивное, то есть единственное, что оно делает, это формирует запрос, формирует ответ типа Hello, то соотношение здесь у нас идет почти на порядок, ну, меньше, чем на порядок, но достаточно большое по количеству запросов, которые может обработать данное веб-приложение. Если же BIC в данном случае имеется в виду логика, достаточно длительная по времени, то в этом случае соотношение уже не столь существенное, ну, здесь всего в три раза. То есть время на запуск CGI-скрипта становится соизмеримым с временем обработки запроса из бизнес-логики, и в этом случае уже нельзя говорить о тотальном превосходстве, например, in-process обработки по сравнению с CGI. Дело в том, что недостаток у него тоже есть. Недостаток заключается в том, что любое CGI-приложение, запущенное как отдельный процесс, контролируется полностью операционной системой. Если же вы запускаете в режиме фильтра, то тот код, который подгружен в вашем веб-приложении, может разрушить веб-сервер целиком. То есть нарушение, например, некорректной работы с памятью и обращение к не тем адресам, которые нужны, вы можете повредить стэк, например, Apache основному процессу. В этом случае приложение небезопасное. Ну и в случае, если мы обращаемся, например, к внешним базам данных, соотношение уже больше, чем на порядок. И почему это происходит? Да потому, что в случае CGI-приложения, если мы запускаем его каждый раз, мы тратим время не только на то, чтобы запустить этот процесс, но и в том числе на то, чтобы установить соединение с базой данных, которое включает проверку, то есть первичная аутентификация. А имеете право этот пользователь на доступ к базе данных и можем ли мы его туда пустить? В случае, если мы говорим о импроцесс, мы можем соединиться только один раз и потом это соединение не разрывать. То есть экономия времени происходит колоссальная. Говоря о веб-сервере Apache, естественно, надо сказать о некоторых модулях. То есть среди тех модулей, которые вы можете использовать, есть ряд, например, высокоуровневых модулей, которые практически не зависят от того, на каком языке вы пишете веб-приложение. Один из них – это модуль, который называется MotryRite. Идея его заключается в том, что веб-сервер может на этапе обработки заголовков, на этапе обработки тех адресов, тех частей, которые содержатся в заголовке HTTP, то есть на уровне обращения к ресурсу до того, как управление перед на приложение, обработать и принять решение о том, что надо делать. Например, мы можем поставить такое правило, что если у нас идет обращение к странице, к ресурсу, который называется IndexHTML, причем строго IndexHTML, сначала из конца здесь никаких символов быть не может, перенаправить на страницу, которая называется WelcomeHTML. То есть зачем это может понадобиться? Это вопрос к программисту, то есть программисту веб-приложения, но для чего это может реально быть использовано? Допустим, вы хотите сделать множество внешних адресов, которые перенаправляют к вашим внутренним страницам или обработчикам внутри вашего веб-приложения. Так вот, вы можете легко перенастроить конкретный веб-сервер так, чтобы он обрабатывал эти запросы тем способом, который вам нужен. Например, если HTTP User Agent Mozilla, то считаем, что это полноценный веб-браузер, и если это полноценный веб-браузер, то перенаправить его на страницу, которая называется Homepage Max. А если это консольный браузер типа Lynx или какой-либо другой веб-браузер мобильный, который ограничен в своих возможностях, перенаправить его на страницу с минимальными функциями. Ну а если это все остальные браузеры, то перенаправить на стандартную страницу. То есть это пример конфигурации, которую вы можете использовать для того, чтобы перенаправлять на соответствующие страницы вашего приложения. Это могут быть статические или динамические страницы, но при этом ваше приложение будет получать запрос уже по конкретным вам работчикам. То есть перенаправление выполнит сам веб-сервер. Управление еще не будет передано вашему веб-приложению. Другой важный модуль называется ModMime. То есть Mime – это Multipurpose Internet Mail Extensions. То есть видим, что из названия оно вышло из Internet Mail Extensions. Идея заключалась в том, что мы можем делать вложения в почту. Сейчас это используется, в общем-то, во всех HTTP-запросах. То есть идея заключается в том, что нам надо сказать, каким образом браузер должен обработать ресурс, к которому он обращается. Дело все в том, что когда браузер обращается к некому ресурсу, он достоверно не знает, какого типа этот ресурс. То есть есть, конечно, предположения, но, строго говоря, браузер знает только адрес. Адрес типа URI, то есть Universal Resource Identifier, Uniform Resource Identifier. И в этом случае для того, чтобы браузер мог корректно обработать этот ответ, нужно указать, собственно, какой обработчик он должен применить. Для этого используется Multipurpose Internet Mail Extensions. То есть само по себе расширение не говорит ни о чем. Конечно, если нет ничего, то браузер может пытаться отобразить ресурс с расширением GIF как картинку, но, с другой стороны, там может содержаться что угодно. И о том, что эта картинка говорит только поле, то есть заголовок Content Type, в котором будет четко написано Image GIF. Еще одно полезное расширение или полезный модуль – это Mode Include. Он очень широко использовался в 90-е годы, и он был нужен для того, чтобы сделать хоть какое-то облегчение жизни верстальщикам. Дело все в том, что тогда веб-приложения были чаще всего статическими. Это были HTML-страницы, и, соответственно, если мы делаем некий сайт, у которого есть, допустим, 10 разных разделов, общее меню, общие разделы, то есть что получалось? Получалось, что нам надо сделать 10 одинаковых страниц с точки зрения меню, с точки зрения оформления и с точки зрения хедера и футер, как это принято называть в англоязычной литературе, то есть верхняя часть и нижняя часть. И, естественно, если вы хотите добавить какой-то из пунктов меню, то приходилось во всех 10 файлах это править. Это было неудобно, было легко допустить какие угодно ошибки. Так вот, этот модуль был одним из первых решений, которое позволило простить жизнь верстальщика и разделить файлы, разделить ту часть, которая относится к заголовкам, к меню и нижней части, вынести это в отдельные файлы, которые просто соответствующими директивами включались в те HTML-страницы, которые уже представляли собой конкретное наполнение. Это было достаточно интересно. Причем обратите внимание на синтаксис. Синтаксис этого модуля, синтаксис этого средства mod.shtml подразумевает то, что вы включаете комментарии. То есть для HTML это просто комментарий, и если вы открываете в любом HTML-редакторе эти строки, они не будут ломать разметку HTML. То есть то, что нет какого-то фрагмента кода, ничего страшного. Этот код находится во внешнем файле, а директива сама воспринимается HTML-редактором просто как комментарий. Помимо того, что можно было включать внешние файлы, можно было запускать серверные команды, ls-l, это прочитать все файлы и вывести их в полном описании вместе с атрибутами. Можно было устанавливать различные переменные, можно было делать даже какие-то аналогические ветвления. То есть проверить, если переменная равна тому-то, то подключить такой-то файл, если не равна, подключить другой файл. То есть анализировать, например, входящие заголовки. Сейчас такой способ используется редко, но тем не менее, если вы хотите использовать просто статические страницы, вы должны помнить о том, что такой механизм и существует. Перед тем, как говорить о конкретных реализациях и конкретных технологиях, я бы хотел обратить внимание на то, что есть вот такой неофициальный бенчмарк. То есть бенчмарк различных технологий, оценка по производительности различных языков программирования, различных принципов строения веб-приложения и различных средств, так называемые фреймбоки. Этот сайт периодически обновляется, по-моему, он обновляется раз в квартал. Ну и что здесь видно? В общем-то, здесь видно, что первые места занимают решения достаточно специфические. То есть все ориентировано на производительность. И веб-приложение, которое здесь пишется, это веб-приложение на языке C++ с библиотекой ULIP. Также на первых местах мы здесь видим Java, C++, UR, то есть специализированный язык, который является ветвью от Haskell, Go. Ну и, в общем-то, из скриптовых языков мы видим здесь на первых местах разве что язык под названием Crystal. Crystal – это производный язык от языка Ruby. А сам Ruby появляется уже где-то в третьей производительности, то есть достигает максимум 30% производительности вот этих высокопроизводительных решений. То есть, естественно, можно задаться вопросом, почему бы не писать на C++ всего, но ответ такой. Вопрос скорости написания этих веб-приложений и стоимости сопровождения. Ну и теперь мы переходим к следующей части. Это, собственно, как пишутся обработчики CGI. Обработчики CGI могут быть подключены, в общем-то, к совершенно разным веб-серверам, и в том числе без Zbox, HTTPD, как веб-сервер, который используется для встраиваемых решений, он может запускать CGI-приложения. И надо сказать, что в наше время, как правило, CGI используют именно на встраиваемых устройствах. То есть нам не критично время обработки, потому что веб-интерфейсы, как правило, для вот таких устройств, типа маршрутизатора, используются для администратора. Администратор – это обычный человек, он не робот, и, соответственно, он может потерпеть некоторое время, и у него есть просто биологическое время реакции, ниже которого нет необходимости строить этого приложения, потому что любое CGI-приложение будет все равно запущено быстрее, чем успеет реагировать любой человек. Ну, скорее, вот область использования современных CGI-приложений – это специализированные решения. То есть вряд ли вы захотите создавать какие-либо высокопроизводительные коммерческие приложения, используя CGI, но, возможно, такая возможность есть, возможно, вы это захотите сделать. Что такое CGI? CGI, с точки зрения рекомендации, это request for comments. Так, это request for comments с номером 3875, и общая архитектура CGI-приложения выглядит следующим образом. Мы получаем на сервере соответствующий запрос, сервер заполняет переменное окружение и выдает это в свой поток STD-out. То есть CGI-приложение – это всегда консольное приложение, с которым веб-сервер работает путем связи трех потоков – STD-in, STD-out и STD-error. Когда веб-сервер устанавливает эту связь, соответственно, веб-сервер должен связать свои потоки вывода с потоком ввода приложения, поток ввода свой, то есть поток, куда он будет принимать результат с потоком вывода приложения, STD-error – всегда однонаправленный поток. CGI-приложение обрабатывает то, что принято из входного потока STD-in, и весь результат выдает в STD-out. Этот результат обрабатывается, компонуется сервером, уже веб-сервером, в соответствующий HTTP-ответ, дописываются необходимые заголовки, и весь пакет отправляется клиенту. Простейший пример выглядит следующим образом. Здесь я перейду к фазе демонстрации. Рассмотрим простейший пример. Надо сказать, что у меня сейчас здесь настроен веб-сервер Apache, веб-сервер, для которого конфигурация задана Apache. Примерно вот таким образом. То есть веб-сервер Apache позволяет нам на одной машине сконфигурировать несколько так называемых virtual hosts или виртуальные узлы. Идея заключается в том, что на одной физической машине мы можем размещать множество веб-приложений. То есть веб-приложений, которые различаются доменами, внешними адресами, либо портом. Поскольку у меня нет сейчас желания перенастраивать адреса, перенастраивать имена, то я просто-напросто сделал разделение и настроил дополнительный веб-сервер с запуском тех веб-приложений, которые находятся в отдельной директории. Может это выглядеть, например, вот таким образом. Что мы здесь видим? Мы видим типовую конфигурацию для веб-сервера. То есть один Apache веб-сервер может обслуживать несколько автономных, ну, с точки зрения конечных пользователей, это автономные веб-серверы. У каждого из них есть администратор, у каждого веб-сервера есть корневой путь, есть собственное имя. Сейчас это имя не работает, потому что я не настраивал соответствующее перенаправление имен. Указаны, какие здесь могут обработчики быть использованы, куда выводить сообщения о регистрации входящих запросов и об ошибках, и каким образом обрабатывать запросы. Также CGI-скрипт – это обработчик для CGI-приложений. Если у веб-сервера Apache не будет сконфигурирован соответствующий обработчик для CGI-приложений, а по умолчанию он сейчас выключен, потому что это все же, можно сказать, архаизм для построения современных приложений, но все же используется для встроенных решений, он не сможет запускать соответствующие скрипты. И указаны директории, в которые он должен обращаться. Директория BIN, то есть binary, там, где лежат скрипты для запуска, сказано, что надо их запускать, причем механизм CGI. И сказано, правда, в старой схеме Apache 2.2, что можно запускать, что нельзя, то есть кому разрешать, кому не разрешать. Здесь разрешено все. Кроме того, есть директория, в которой разрешено читать файлы. Видим здесь комментарий, то есть символ решетка, это традиционный комментарий для скриптовых языков программирования, естественно, для конфигурации тоже. Теперь переходим к нашим скриптам. Скрипты находятся у меня в соответствующей директории, доступной для веб-сервера. Ну и простейший пример, скрипт CGI shell. Здесь мы можем посмотреть, как он выглядит. То есть распечатываю. Этот скрипт в точности соответствует скрипту, который я показывал на слайде. Можно даже проверить. Да. Видим, что этот скрипт тот же самый. Что такое bash скрипт? Ну, bash — это, можно сказать, один из основных инструментов для системных администраторов, который дожил до нас, в общем-то, 70-х годов, и сдавать свои позиции он не собирается. Дело в том, что это универсальное средство программирования для всех пусть их совместимых операционных систем, начиная от Unix-ов коммерческих, Linux-ов, так и macOS. Что мы здесь видим? Мы видим, что это программа, которая, в общем-то, не делает ничего полезного, кроме того, что она пишет и печатает заголовки. Причем, обратите внимание, пустой перевод строки. То есть, заголовок content-type мы сообщаем о том, что в выходном потоке у нас должен быть текст HTML, и далее мы отделяем тело этого ответа от заголовка. Двойной перевод строки. Перевод здесь, поскольку мы делали эхо, и второй перевод строки. Далее мы выводим HTML, запускаем команду environment и закрываем нашу страницу. Итого, если мы запускаем этот скрипт, а запустить мы его можем просто как отдельную программу. В общем-то, это идея CGI-приложения и заключается в том, что мы просто-напросто запускаем эту программу как есть. Мы видим, что эта программа нам распечатала content-type, дальше она выдала пустой заголовок. Ну, не пустой заголовок, а пустой перевод строки. И после перевода строки началась такая импровизированная HTML-страничка. Эта HTML-страничка закончилась. Что мы здесь видим? Мы видим большое количество переменных окружений, то есть те переменные окружения, которые выданы командой env. То есть видим большое количество специфичных с данной консолью, с данной конкретной машиной переменных окружений, такие как там версия Ruby, в том числе там версии Java, которые установлены, версии ядра, консоли, которые у меня здесь работают и так далее. Но это не столь интересно. Интересно теперь посмотреть, а как же будет выполняться обработка, если мы запустим через веб-сервер? Я подготовил соответствующую страничку, которая просто держит ссылки на эти скрипты, для того, чтобы не указывать эти скрипты вот здесь. И мы видим следующее. Мы видим то, что состав этих переменных окружений резко отличается от тех переменных окружений, которые были представлены вот здесь. Значит, что произошло? Дело в том, что команда environment работает в общем-то одинаково, но только переменные окружения разные. То есть переменные окружения, которые получены здесь, это переменные окружения конкретной консоли. Если я наберу env здесь, то я получу то же самое, что и было выдано той программой. То есть вроде как мы запускали одну и ту же программу. Обратите внимание, здесь CGI shell, и здесь мы видим тоже CGI shell. То есть по большому счету результат разный. Почему результат оказался разным? Результат оказался разным, потому что эти переменные окружения выставлены веб-сервером. То есть это то, что регламентировано требованиями к CGI-приложению. И здесь мы уже видим, каким мы user agent подключились. То есть браузер Mozilla 5.0. Видим, что это Mozilla. Это действительно Mozilla. Мы видим, на какой операционной системе, с каким движком. Мы видим, к какому порту мы подключились. Видите, порт мы указывали вот здесь, порт 82. И нам в качестве служебной информации веб-сервер в наше веб-приложение передал эту информацию. То есть выполняя, реализуя веб-приложение, мы можем получить доступ к тому, каким образом, с каким адресом, с каким портом пользователь обратился к нашему приложению. Естественно, мы знаем, где находится наше приложение. Мы знаем, с каким нас запросом запустили. И мы знаем, под каким файлом нас запустили. Ну, remote-порт, это служебная информация, и типа live, это скорее режим, каким образом наш веб-сервер установил связь с браузером. Из того, что мы здесь видим, мы можем также использовать вот эту информацию сервера admin. То есть прочитана она из конфигурации нашего веб-сервера. Для чего нужно? Например, для того, чтобы в случае, если в бизнес-логике что-то проходит не так, написать письмо этому администратору. Тип протокола. Протокол, естественно, HTTP. Что конкретно веб-браузер ожидает получить? Получили информацию о том, какой у нас веб-сервер. QueryString. Одна из важнейших переменных, которая нам нужна в нашем приложении. В данный момент она пуста. Ну, и тип протокола, и метод get. То есть тот тип, или та команда HTTP, которая была использована для того, чтобы обратиться к нашему ресурсу. Что мы можем здесь еще посмотреть? Мы можем включить отладчик нашего браузера и переключиться в режим Network, закладка Network, в рамках которой мы можем посмотреть, а что же у нас происходит. Смотрите, мы сделали get-запрос. Get-запрос от браузера, который у нас ушел на такой вот ресурс. Значит, и здесь нас интересует прежде всего ответ, как он пришел, и заголовки, которые мы передали. Так, нас интересует row headers, то есть что мы отправили клиенту с серверу и что мы получили. заголовок запроса, заголовок ответа. Кроме того, мы можем посмотреть, как это выглядит в снифере. В качестве снифера мы воспользуемся программой Yashark. Нас интересует в данном случае интерфейс loop bug, то есть локальный интерфейс. Мы делаем обращение к локальному ресурсу. Вот оно. Мы видим обращение здесь на уровне localhost, и мы видим запрос http. Далее нас интересует связать поток. Значит, что мы видим? Мы видим тот самый get-запрос со стороны браузера. То есть браузер сформировал get-запрос, сделал обращение к ресурсу, который называется CGI, shell, указал всю свою информацию, то есть кто он такой, какая версия браузера, что у него есть, куки дополнительная информация, но нам сейчас не нужна. И на это сервер выдал такой ответ. То есть заголовком http1.1 протокол http1.1 200, значит, все в порядке, дата обработки, какой сервер, что делать с запросом, и вот оно, тело ответа. так, ну и служебная некая информация, которая нам досталась от Y-shark. Ну и если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что, в общем-то, вот эти переменные окружения, которые нам выданы командой env, они тесно связаны с тем, что было передано в заголовке протокола http. То есть CGI-приложение, можно сказать, тесно связано с тем, что нам выдается на уровне http здесь. Так, следующее, что нам надо посмотреть? Нам надо посмотреть модификацию переменной queryString. Обратите внимание, переменное окружение queryString. В данный момент она пуста. Но если мы воспользуемся следующим форматом, напишем упросительный знак вот здесь, и, например, query равно test. Значит, я модифицировал адресную строку таким образом, что дописал часть, не относящуюся к адресу ресурса, но, тем не менее, она входит в адресную строку. Значит, что произошло сейчас? Сейчас queryString не пустая. То есть queryString получила значение query равно test. Теперь давайте посмотрим, а что происходит, если мы посмотрим это в снифере. Нас не интересует эта запись, и мы повторим здесь запрос. Смотрим get запрос. Остановим запись пакетов. запись пакетов. Сбросим записи. Записи. Так, что-то пошло не так. Потерялись записи в начале запроса. Попробую сейчас связать отсюда, но не уверен, что получится. Так, он живет своей жизнью. Значит, повторим запрос. Записано. Пока никуда не делся запрос, мы его свяжем в TCP Stream поток. Значит, смотрите, get ресурс. Вот она, строка запроса. Это строка запроса в том виде, как я ее указал в браузере. Значит, изменений никаких нет. И здесь у нас, соответственно, тоже после заголовка нет ничего. Мы видим здесь только ответ, который мы получили от сервера. И уже в теле ответа мы здесь видим queryString, который отображен на экране. Но это ничто иное, как тот результат, который возвращался нашим приложением. То есть, по большому счету, это уже информация, которая переработана сервером и нашим веб-приложением, сделанная как скрипт. Но самое главное, что наши параметры, которые мы передали, находятся вот здесь. Причем в вашем веб-приложении может быть несколько параметров. Параметры разделяются вот таким знаком, знаком персанта. Например, a1, b равно 2. Сколько бы мы параметров здесь не написали, все эти параметры поступают в значение queryString. То есть, мы видим, что queryString, то есть, переменное окружение, которое нам доступно через команду env. То есть, у нас ничего в нашем скрипте, кроме вот этой команды env, больше нет. И именно эта команда нам выдает распечатку переменных окружений, среди них queryString, то есть, в точности то, что находится вот здесь. Есть ли какие-нибудь вопросы? То, что мы рассматриваем, это один из типовых механизмов работы с параметрами, которые передаются от браузера в ваше веб-приложение. То есть, по большому счету, у нас не так много возможностей, каким образом мы можем получить данные. И через getZapros мы можем получить данные только через queryString. requestMethod get, getZapros, в этом случае какие-либо параметры могут прийти только как дополнительные параметры в queryString. Нет вопросов? Хорошо. Следующий момент, что строк говоря, то, что я сейчас показывал, это было shell-приложение, но shell-приложение это не единственный возможный вариант, как можем написать CGI-приложение. Дело все в том, что CGI-приложение может быть написано на любом другом языке программирования. Пример на языке Perl. То есть, в чем отличие? Отличие заключается в том, что мы заменили здесь слово эхо на print. В общем-то, выявили то же самое. Мы выявили content-type, это заголовок протокола HTTP, который говорит о том, что у нас данные в формате текста HTML. HTML, 2, 2, slash, n, slash, n. Это не что иное, как перевод строки. Print в данном случае это начало нашей HTML-страницы, тот же самый вызов env, и конец нашей страницы. То есть, с точки зрения изменения этой программы, так, CGI, Perl. Я распечатал эту программу здесь же, я могу ее запустить. В чем отличие? Отличие разве что, что Perl здесь добавил от себя, что эта программа предыдущая была на Shell, соответственно, запускалась она под либо с Shell, либо Bash, Bash, судя по всему, в данном случае. Perl добавил информацию о себе, то есть, какая версия Perl здесь установлена. Это все так же доступно теперь веб-приложению, ну или тому скрипту CGI, который был запущен под ним. Что происходит здесь? В сущности, мы получили тот же самый результат, но логично мы получили результат выполнения команды env. И также мы видим здесь информацию о языке Perl, потому что скрипт запускался Perl. Самое главное, что без изменений query string, и метод request метод get здесь также сохранился. Ну и тип протокола, интерфейса, который был использован, то есть CGI по протоколу 1.1. Абсолютно то же самое, если мы добавим здесь какие-то параметры, мы видим, что эти параметры у нас дописываются в query string. то есть вот на часть query string равно, все остальное у нас появилось вот здесь. Формат, который отображен здесь, это, строго говоря, формат команды environment. То есть, если мы будем вычитывать это при помощи соответствующего интерфейса, при помощи тех средств, которые есть в операционной системе для чтения переменных окружения, ну, с точки зрения языка программирования, то доступ может быть несколько иным. в общем-то абсолютно аналогично мы можем написать CGI приложение, например, на языке Ruby. То есть, ну, в отличие от Perl, print остался как есть, ну, разве что мы запускаем команду environment, теперь команда system. То есть, других изменений у нас здесь нет. Мы можем проверить, что нам выдает Ruby программа. Запускаем Ruby программу. Ну, опять же изменения минимальные. И даже, честно говоря, не хочется тратить время на поиск того, что же здесь все-таки поменялось. Запускаем здесь и опять видим в общем-то стандартный набор тех переменных окружений, которые есть. Ну, разве что вот появились какие-то тут особенности. То есть, тип криировки текста, прочее. Остальное регламентировано спецификацией RFC на Common Gateway интерфейс. Немного уходя в сторону, следует рассмотреть, что такое фильтры и шаблоны, чем они все-таки отличались. Значит, фильтры, прежде всего, ну, если мы говорим там о Microsoft ASP, то есть Active Server Pages, это шаблон, который содержит смешанную разметку HTML и разметку со вставками соответствующего кода, причем код может быть вставлен на любом языке программирования. То есть, естественно, в середине 90-х, в начале 90-х был популярен Basic и Visual Basic, и как ни странно, Visual Basic популярен и сейчас, но скорее регионально, не везде, а по определенным странам. К примеру, в Корее решения Microsoft очень популярны и, опять же, то, на чем они пишут, очень вероятно, что они будут писать на Visual Basic. Дальше есть вставки с видом меньше процент некий код, процент больше. Внутри этих вставок написан код на том языке программирования, который указан здесь в спецификации. В чем основная идея? Идея заключается в том, что страницы фильтры загружаются веб-сервером и в этот момент все вставки, которые здесь есть, написанные на соответствующем языке программирования, они заменяются на тот результат, который получается результатом выполнения этих инструкций. То есть мы таким образом смешиваем статичную разметку HTML со вставками, которые будут выполнены в момент, когда пришел запрос от клиента. Точно такой же подход использован в языке программирования PHP. PHP появился как первая версия в 95-м году, но и назывался он Personal Homepage Tools. То есть это было нечто вроде упрощенного средства программирования. Упрощенное, потому что оно позволяло с минимальным порогом вхождения в виде простую статичную страницу HTML дальше двигаться в направлении программирования и создания динамических страниц. то есть страницы, которые генерируются по тем запросам, которые пришли. Например, обращаться к базам данных. Дальше уже к 97-му году PHP развили такого состояния, что решили, что это не просто Personal Page, а все же уже полноценный язык программирования и сделали рекуррентное название. PHP Hypertext Pre-Processor. То есть видим, что здесь получилось рекуррентное название, то есть PHP как первая буква P, H как вторая, и P как последняя, но в то же время это сокращение нам дает PHP. Ну и мы можем сколько угодно раз тренироваться эту аббревиатуру раскрыть, и мы всегда будем получать PHP. Далее образовалась команда компания Zend, которая по сути сейчас координирует разработку языка PHP и средства разработки, то есть фреймволка, который рекомендуется для PHP. Хотя он не самый популярный. Ну и видим, что массовое развитие прошло с 95 по 2004 год, а вот дальнейшее развитие несколько застоприлось. То есть существенное изменение PHP претерпело только в 15 году. Ну, технологии развивались быстро, после этого решили, что в общем-то уже достигли определенной зрелости, менять нечего. Как выглядит пример такого скрипта на PHP. Файл PHP, статичная часть разметки, вот она, и есть соответствующая вставка, но процент они заменили знаком вопроса, то есть меньше вопрос, PHP, указание языка программирования, причем здесь можно указать PHP 3, 4, 5 и так далее, в зависимости от того, какой код вы хотите запускать. код на PHP. PHP, естественно, язык скриптовый, то есть, когда обработчик PHP, вот он, PHP, загрузит этот файл, он просто заменит вставку PHP на тот результат, который будет выполнен здесь. Ну, из синтаксиса PHP, что можно отметить? Язык развивался стихийно, и надо сказать, здесь о стройности языка программирования никто не думал. То есть, у него есть определенное удобство, удобство с точки зрения программирования для конкретного программиста, но скорее для того, чтобы сделать скрипт здесь и сейчас, но не для того, чтобы его сопровождать в дальнейшем. Поэтому здесь есть определенные нелогичные конструкции, переусложненные конструкции, но с другой стороны конструкции, которые вроде как упрощают поначалу жизнь. Например, вы можете создать строку, то есть доллар переменная, вбить что-то сюда, доллар переменная получается строкой, но по большому счету вы можете эту переменную использовать как например, преобразованную переменную из строки. Значит, если вы хотите вывести строку как переменную, вы можете сделать строку а, и если вы указываете два символа доллара, то в этом случае будет воспринято содержимое строки как та переменная, которая там есть, то есть добавление вот этой конструкции к тому, что написано в строке. можно вывести вот таким образом. Такой способ используется практически во всех скриптовых языках программирования. Напоминаю, что в Ruby отличие, что здесь вместо символа доллара символ решетки. Есть функции, причем даже есть объектно-ориентированное расширение, но появилось оно не сразу, оно появилось в поздних версиях, поэтому оно с точки зрения стройности не самым лучшим образом реализовано. Причем с точки зрения обращения к методу мы можем обращаться к полям, к методам, причем в том числе обращаться к полям вот таким вот образом, например, с косвенным обращением к тому, что находится внутри значения этой строки. Я бы не сказал, что этот синтаксис является понятным, удобным, потому что он, если вы решите использовать его в реальных программах, может привести, очень легко приведет к ошибкам. Потому что для того, чтобы узнать, что здесь вызывается, вам надо посмотреть, а что же там все-таки хранится в данный момент. Причем это же не статически типизировано, это не что-то явно видимое здесь, а вам надо знать, что конкретно находится в строке, на которую ссылается B. Но тем не менее, тем не менее, PHP достаточно распространенный язык программирования в данный момент. Сложно сказать, какой из языков программирования чаще всего используется для создания новых веб-приложений, но по тем веб-приложениям, которые сейчас запущены в интернете, в силу того, что PHP когда-то стал самым популярным и самым тиражируемым с точки зрения готовых решений, он является самым распространенным языком для веб-приложений. Не для веб-программирования, а для веб-приложений. Здесь есть небольшая разница. Разница в том, что веб-приложения сейчас принято тиражировать. То есть, возьмем опять же решение, например, компании 1С, Bittrex, существует большое количество шаблонов, шаблонов, написанных на PHP. Но это не значит, что если вы используете такое решение, что вы будете сами писать на PHP. Вы просто скопируете эти шаблоны, и ваше приложение с точки зрения внешней идентификации написано на PHP, но количество программистов, которые пишут, не так уж и велико. Ну и теперь мы должны рассмотреть, как передаются параметры. То есть, из особенностей передачи параметров. Естественно, у нас есть простейший вариант для get-запроса. Это queryStream. А queryStream я уже сказал, и сейчас мы рассмотрим, как передается из формах. Но если мы рассматриваем, например, какое-то веб-приложение, имеющее средство ввода, а надо сказать, что пользователь, несмотря на то, что он может таким вот образом писать какие-либо параметры, чаще всего он этого не делает. Ну, таким образом пишут обычно только одна категория пользователей, ну, скажем так, две. Это программисты, которые отлаживают его приложение, и хакеры, которые хотят его взломать. При этом они ограничены почему-то ресурсами, которые могут использовать. Тем не менее, тем не менее, если мы хотим как-то отлаживать наше приложение, мы будем пользоваться таким способом, и в том числе мы можем смотреть заголовки через браузер. Нас интересует дебаггер. Даже не дебаггер, а вот эта страничка. форма. Как выглядит форма? С точки зрения браузера форма, вот она, то есть элемент form, у которого есть метод отправки. Метод отправки может быть либо get, либо post. Есть действие, в данном случае это CGI-скрипт, который вызывается после того, как данные переданы на сервер. Ну и дальше страничка, содержащая эту форму. На этой странице у нас есть заголовок, текст-эреа, то есть область для ввода, причем с указанным размером колонок и количеством строк. Ну, допустим, пять сделаем, чтобы была поменьше. Хотя это не столь важно для нас, более того, ее можно еще и растягивать. И поле ввода input, кнопка input. То есть кнопка input, она приведет к тому, что форма отправит или выполнит действие с типом запроса post по тому адресу, который здесь указан. Ну, допустим, мы укажем тест. Нам опять понадобится снифер. Значит, мы переключаем и браузер, переключим и снифер, переключим тест, текст. Submit. Значит, ничего интересного не выдано. Выдана только вот такая страничка опять с environment. Но интересное теперь находится вот здесь. Во-первых, мы видим, что тип запроса post. То есть пакеты. Браузер отправил post-запрос, post-запрос к ресурсу. Смотрите, несмотря на то, что мы передавали некие данные, которые были в форме, ресурс не содержит никаких дополнений. То есть вот здесь вот ничего нет. Чистое имя скрипта. Но наши данные, если присмотритесь, находятся после заголовка. То есть вот он, заголовок, пустая строка. И далее здесь находятся те данные, которые были вбиты в форме, в текстовой части. причем пробел был заменен символом плюс. То есть вот он. GetText – это имя, которое было указано вот здесь. то есть текст area – это элемент, который имел имя, name. Имя getText мы можем видеть вот здесь. То есть приложение. Теперь как выглядело приложение? Приложению доступно то, что было передано в качестве запроса. Да, я забыл показать содержимое это. QueryString в данном случае у нас пустое. Тип запроса пост. Но данные, которые получило приложение, вот они. Немного усложним задачу. Усложним и допишем вот здесь. Ну, допустим, query равно 1, 2, 3. И что у нас произойдет? На самом деле у нас ничего не произошло по причине того, что вообще-то я забыл о том, что у нас нет обработчика на getZapros. То есть в этом случае мы передали запрос как есть, но, в общем-то, надо было подумать о том, что вы на форму, то мы же никак не отреагировали. То есть форма живет сама по себе. Есть кнопка submit, а то, что я ввел здесь, оно живет само по себе. Ладно. Теперь вернемся все-таки к нашему слайду и вернемся к коду. Пример этого приложения выглядит следующим образом. Скрипт. Один и тот же скрипт у нас используется и для получения формы, и для отправки запроса. Мы анализируем request-метод, то есть тип запроса, который пришел. Если это запрос на чтение, то есть мы сделали просто обращение в браузере, то в этом случае при помощи специальной библиотечки CGI, CGI — это класс, который нам доступен для стандартного комплекта Ruby. Соответственно, интерфейс для работы с CGI, с CGI-приложением. Мы имеем вот такой domain-specific language для создания языков разметки, точнее, для создания HTML. И, естественно, мы можем обрабатывать стандартные заголовки. Причем мы можем использовать этот класс CGI как для генерации HTML, так и для анализа ответа. Значит, get — сформировать формочку, а post — это та часть, которая нам нужна для обработки, для приема запроса. Ну, видим, что здесь у нас ничего, кроме environment, здесь больше нет. Значит, если мы хотим каким-то образом модифицировать, то нам придется переписать эту часть, потому что здесь get ничего больше не выводит. Но что мы можем сделать? Мы можем посмотреть, как будет работать программа. Например, если мы модифицируем форме, а сделаем мы это прямо здесь. То есть мы возьмем нашу форму и скажем, что запрос отправлять не методом post, а методом get. Прямо в браузере я это могу изменить. Теперь текст, например, for chicken. Причем, более того, мы можем сделать дополнительные поля, но хорошо. Пока мы их делать не будем. Мы посмотрим, просто в чем будет разница. То есть я здесь изменил метод на get вместо post. Так, эту часть я пока не закрываю, а вот эту я запускаю заново. Запись в снифере есть. Мы получили перенаправление обратно по очень простой причине, потому что у нас не было того обработчика, который, точнее наш обработчик не учитывал эти параметры. Итого, смотрите разницу. Справа post-запрос, слева get-запрос. В post-запросе мы обратились к ресурсу. Значит, query string была пуста. в get-запросе, в get-запросе тот самый параметр, тот самый текст, который я вбил внутри формы, представлен вот здесь. Значит, здесь мы не ограничены никакими объемами. Вот здесь мы ограничены примерно четырьмя килобайтами, потому что дальше мы получим несовместимость в разных браузерах. Более того, вот в этом случае мы можем передавать что угодно, здесь мы ограничены совместимостью для url. То есть мы уже не только плюс не можем передавать, мы не можем передавать амперсанды, мы должны их заменять соответствующими кодами, например, из unicode, либо символами ASCII. Кроме того, есть еще одно изменение. Значит, сравните. Вот здесь мы передавали в get эту строку целиком, а здесь у нас была строка в сжатом виде. Значит, после того, как сервер нам вернул результат, самое интересное. Мы видим те параметры, которые переданы из формы в качестве url. Значит, в чем проблема? Проблема заключается в том, что если вы таким образом передадите логин и пароль, браузер совершенно честно будет отображать результатом ответа этот логин и пароль в качестве ответа. То есть это тот пример, когда, например, не следует использовать get, потому что любые get-параметры, если мы используем get-параметр для передачи данных, не get-запрос для передачи, точнее, параметров, то все параметры у нас будут отображены в ответе в строке url, потому что именно строкой url, как вы можете видеть, вот здесь. Так. мне надо найти вторую страницу. Что у Windows. Вот они. То есть все то, что мы им передавали, у нас находится в имени ресурса. Естественно, браузер, получив ответ, не может понять, а что это такое. Ну и различия в отклике мы видим только по одной причине, потому что наша программа, наша программа не имела возможности обработать get-запрос с параметрами, просто потому, что она была сделана таким образом. То есть на get-запрос она выдает просто форму, а на post-запрос она выдает содержимое. Причем здесь, обратите внимание, распечатку вот такого вида мы получили только по одной причине. Мы получили, потому что у нас в нашем обработчике было сказано распечатать параметры из обработчика CGI в форме inspect, то есть в отладочной форме. Ну и видим, что в отладочной форме мы их можем наблюдать как ассоциативный массив с ключом get-текст и значением массив строк. Есть ли какие-нибудь вопросы? Нет вопросов? Ну ладно. Как передавать файлы? Для передачи файлов существует только один возможный способ. Это передача через post-параметры. Это достаточно логично, потому что бинарные данные мы не можем присоединить к заголовку. Поэтому передать файл можно только через post-запрос. Строго говоря, к заголовку можем, если мы перекодируем, например, в Base64, но мы будем нести накладные расходы на то, что мы теряем вообще-то в объеме передачи, плюс время на кодирование, перекодирование и плюс ограничение на максимальный размер. То есть такой способ не применяется. Если же мы говорим о том, как передать. Во-первых, с точки зрения браузера. Если мы хотим передать файл, нам надо воспользоваться соответствующим элементом input, у которого тип файл. Допустим, у него будет имя, тоже файл. Значит, если вы сделали такой элемент, он отображается как кнопка, в данном случае, Browse, потому что консоль, текущая для браузера, стоит английская. Поэтому он отображает Browse на английском. Если консоль будет на русском языке, русская, то, значит, надпись здесь будет обзор на русском языке. И кнопка Go, это вот она, input, submit, со значением Go. Делаем мы здесь метод пост, очень важно для передачи файлов указать encoding type, то есть multipath form data, и скрипт, на который мы это перенаправляем. Теперь, куда этот скрипт помещает результат? Этот скрипт помещает результат здесь сейчас директорию files. Допустим, мы ее удалим. То есть директория files у нас пустая. скрипт cgi uploader rb. Вот он. То есть первая часть, опять мы видим, это get, вторая часть это post. И что делает пост? Пост при помощи вот этого класса cgi читает заголовки, проверяет, если у нас есть заголовок с ключом файл, то в этом случае мы можем взять первый файл, а файлов может быть много, из этого списка, ну и собираем строку, причем, надо сказать, этот способ небезопасный, и более того, здесь даже помечено, что этот способ заразный, поэтому его надо обеззаразить. То есть для предотвращения ошибок в случае программирования на Ruby, на cgi, объект строка будет помечен как заразный. Он приведет к ошибке, если вы пытаетесь что-либо сделать с этим файлом, например, открыть его на запись, потому что не проверяется, какой путь. Но тем не менее, тем не менее мы получаем имя файла и кладем его в эту директорию файл через носительный путь и читаем все, что у нас было в входном потоке. Я не буду сейчас запускать этот скрипт из консоли, потому что это бессмысленно, а здесь мы сделаем следующее. Мы прочитаем какой-нибудь из файлов, ну допустим, возьмем там картинку, и предварительно запустив снифер, нам интересно посмотреть, что же будет передаваться. Мы получили здесь ответ от приложения, остановим снифер, посмотрим, что же у нас передано. Пост-запрос мы видим. Смотрите внимательно. Пост-запрос, заголовок. Причем указано, что content type multi-path form data. То есть у нас есть разделитель, вот он, и этот разделитель используется для того, чтобы находить соответствующие фрагменты файла. А вот сам файл имеет свой частный заголовок. Вот он, заголовок, в соответствии с протоколом HTTP, основной заголовок. Он отделен двойным переводом строк. Вот он, пробел. Дальше появились частные заголовки для multi-path. И multi-path вот с таким разделителем, вот оно, указано, что мы передали файл, поле name file, имя этого файла, как оно запрошено с браузера, и что конкретно в этом файле по типу контент содержится. А содержится там png. Картинка. Далее, бинарный текст. То есть это код этого самого файла. Листаем, листаем, листаем. До появления синей части. То есть синим нам снифер разметил отклик сервера. И мы видим отклик сервера. То есть сервер принял. Теперь давайте посмотрим, а мы что-нибудь записали. Должны были записать. Да. Файл появился. Проверять что-то мы сейчас не будем. Ну и напоследок, как формировать отклик с вызовом того обработчика со стороны браузера, который нужен. Допустим, мы хотим активировать результатом работы нашего скрипта какую-то программу. Ну, допустим, это табличный процессор. Как это сделать? Расширение по большому счету не влияет ни на что. Есть определенные универсальные форматы. Например, есть формат CSV. CSV, и в принципе, если мы прикинемся XLS, то есть файлом в формате Excel, дадим данные, которые представлены в виде текста, в виде таблицы, с разделителем в виде табуляции в данном случае. Это могут быть запятые, это могут быть точки запятой, что угодно. Но, в общем-то, нам надо придерживаться просто стандартного разделителя. Есть формат CSV. Также можем здесь написать CSV. Значит, в чем наша задача? Наша задача каким-то образом убедить браузер запустить тот обработчик, который нам нужен. И мы можем это сделать при помощи поля content type. То есть, что мы напишем в content type, то браузер и сделает. И нам неважно, какие данные мы им передаем. Здесь мы видим, что мы формируем этим скриптом просто текстовые данные. Причем, более того, мы можем даже этот скрипт запустить. Допустим, мы его запустим при помощи CGI Excel. Ну, мы получили не очень хороший ответ, просто потому, что все же обработчик CGI – это не то, что требуется запускать в консоли. Если бы у нас не было там класса CGI, мы получили бы отклик. Значит, запустим эту программу в браузере. Так, и нам опять понадобится снифер. Снифер для того, чтобы видеть, а что, собственно, происходит. Запускаем снифер. Здесь все в порядке. И выдаем CGI Excel. Смотрите, что произошло. Браузер нам выдал форму, каким приложением его надо открыть. Ну, здесь по умолчанию рабочих Numbers. Можно было LibreOffice. Мы видим таблицу. Теперь смотрим, что же у нас все-таки пришло в данных, которые получены со снифера. Вот он наш запрос, а вот он ответ. То есть, несмотря на то, что у нас на экране открылся здесь обработчик вот такого вида, несмотря на то, что мы здесь видим красивую таблицу, передан это у нас просто текст. То есть, несмотря на это, браузер смог найти правильный обработчик и запустил этот обработчик нам. Только на основании того, что здесь есть поле Content Type, которое указывает, какой конкретно обработчик должен быть. И имя файла, которое будет назначено, также выбирается в заголовке. То есть, вы можете сформировать любые данные. Вы можете объединить их как угодно. Вы можете сказать браузеру, что вы передаете любой файл. Абсолютно не важно, что вы здесь напишите. Браузер воспримет это как данность. И именно с этим именем он попытается записать эти данные, запустив именно тот обработчик, который здесь указан. Есть ли какие-нибудь вопросы? Ну, в завершение по Common Gateway Interface я рекомендую посмотреть, естественно, документацию по Ruby. Есть достаточно большое количество материалов по CGI, как это писать. Обращаю внимание на то, что CGI не является в настоящее время распространенным решением, но тем не менее, это исторически используемое решение, которое сейчас до сих пор доживает до наших времен, используется в ряде случаев типа встраиваемых приложений и по большому счету механизмы, используемые в CGI, унаследованы и в других подходах для создания веб-приложений. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...